Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Эдгард Запашный, директор цирка в Москве, сказал, что полночи переписывался с этой дурой. Я все думал, с какой дурой? Я его цитирую. Он имел в виду Диденко, блогера Сухой Лед. Ну, помните ее? Вот она. Значит, все дело в том, что он сказал, что он написал ей вечером, для того, чтобы вразумить, что не нужно, значит, порочить вообще, что такое блогер, и нужно все-таки уважать память мужа и так далее. Он сказал, это бесполезно, она ничего не понимает, она считает, что она права. Я переписывал с этой дурой полночи, он сказал. Значит, но Диденко, она не осталась в стороне. Опять-таки, это же хайп. Блогер Диденко разоблачила подлость Запашного, говорят. Аптечная ревизора Екатерина Диденко, я напомню, она в сторис там продолжает консультировать людей, какие, так сказать, давать советы, так правильно не скажу, какие препараты покупать, какие препараты не покупать. Аптечная ревизора Екатерина Диденко, потерявшая мужа на вечеринке с сухим льдом, опубликовала переписку с директором Большого Московского цирка Эдгардом Запашным. То есть, она пошла в наступление и даже опубликовала переписку. Ранее Запашный рассказал в эфире ТВ, что полночи переписывала с этой дурой Диденко. Я цитирую его, это его слова. Пытался образумить ее и отговорить от пиара на трагическом происшествии, в котором погиб ее муж и еще два человека. Диденко опубликовала переписку с Запашным, заявив, что знаменитый дрессировщик травил ее. Запашный использовал оскорбление в своих сообщениях и упрекал Диденко в том, что она ни с кем не посоветовалась, прежде чем идти на Первый канал. В конце переписки дрессировщик пообещал не фишировать факт их разговора. То есть, Диденко возмутилась тем, что Запашный слишком часто употреблял слово «дура» по отношению к ней. Можем ли мы осуждать Запашного в данном случае? Я думаю, что да. При всем при том, что мы имеем своеобразное, не то что своеобразное, а свое отношение к своеобразной Диденко, все-таки я считаю, что называть человека дурой, тем более он, но опять-таки понять его я могу. То есть, оправдать моего не могу, но понять, наверное, можем, как вы считаете. Слишком много раз он написал ей «дура». Ну, напишите, вот, мне интересно ваше мнение. Блогер назвала поведение Запашного подлым и недостойным. Она заявила, что сбилась со счету, сколько раз директор цирка назвал ее «дурой». Значит, 28 февраля, я напомню, на банной вечеринке, организованной в честь Дня рождения Диденко, погибли три человека. Причиной трагедии стала смертельная концентрация углекислого газа в воздухе, образовавшаяся после того, как муж Диденко бросил в бассейн 60 килограммов сухого льда. Вы знаете, тут, в принципе, и комментировать-то нечего. Я еще раз скажу. Наверное, да, в плане морально-нравственных основ не стоит туда идти вниз. Не стоит. Запаш там. Не стоит. Но я представляю, если он начал с ней переписываться, до какой точки пения она могла ее довести своими аргументами того, что она все делает правильно. Я думаю, что очень мало людей бы сдержались, но все-таки не стоило туда идти, туда вот, да, и вот это вот все писать, доказывать, разбираться, тем более писать дура такое количество раз, что она аж сбилась со счету. Но, опять-таки, понять его можно. Поэтому я думаю, что любой из нас, кто начал бы все-таки с ней вести вот такую вот дискуссию, как запашный, возможно, сорвался бы и начал делать то же самое. Но, опять-таки, еще раз скажу, все-таки оскорбление недопустимо. В любом случае, да. Что думаете вы? Напишите в комментариях, крайне интересно. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ребята, с вами был Будда Гришна. Всем пока, до встречи.